Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря. Начнем день с статистики из Европы. Это данные по еврозоне в целом и отдельным странам ЕС. В 7.50 по GMT ждем отчеты по индексам активности в сфере услуг. Это продолжение статистики по публикации индексов делактивности в производственном секторе. Мы их разбирали ранее. Вы помните, что было куда больше вопросов, чем ответов. Хотя в европейскую статистику в ее силу я уже давно не верю. И именно это подтверждают также и фактические цифры, например, по рецессии в Германии и пограничного состояния еврозоны, которая балансирует между отрицательными, скажем так, темпами роста и значениями на положительной территории. При тех релизах, которые мы получаем в последнее время, с учетом активности промышленного сектора, с учетом общей ситуации в сфере услуха, я полагаю то, что Европейский Центральный Банк, если не пойдет в самое ближайшее время на проактивные меры и действия, которые предполагают создание условий для бизнеса, получения более дешевых денег, то ситуация станет еще хуже. Ну, ладно, я судить Европейский Центральный Банк не буду, собственно, им виднее. Хотя, если они так внимательно следят за показателем инфляции, мы это тоже делаем. Странно, что Европейский Центральный Банк никак не реагирует на то, что сейчас происходит с индексом потребительских цент, потому что там устойчивая нисходящая тенденция, ослабление и фактическое уже приближение к целевому значению в 2%. К евро мы, собственно, еще вернемся. В 8.30 по GMT ждем отчет по активности в сфере услуг Англии. Фунт, напомню, тоже в нашем портфеле. Мы британскую валюту ранее уже продали, и я полагаю то, что фунт в конечном счете закрепится ниже планки 1.25. Главный аргумент, почему мы отказались от идеи покупки этого инструмента, была связана с тем, что британская экономика уже оказалась в рецессии, причем Банк Англии по-прежнему также откладывает решения по смягчению экономической политики, но учитывая то, что все-таки экономический спад превысил даже ту пропасть, в которой оказалась немецкая экономика, я полагаю то, что Банк Англии может даже в этом плане опередить страны Европейского Союза и ЕЦБ в целом. И если ЕЦБ все же действительно будет замыкающим в этой связке именно тех регуляторов, который упадет на снижение ключевой процентной ставки, мы сначала получим это решение от Банка Англии и будем готовы в связи с этим еще больше поставить на дальнейшее ослабление британской валюты и ждать фунт потенциально ниже отметки 1.22. Эксперты Сити и Банков Америка прогнозируют то, что фунт завершит этот год ниже уровня 1.20. Ну, правда, до конца года еще очень много времени. Будем держать руку на пульсе. Также сегодня состоится выступление члена управляющего совета ФРС Патрика Харкера. Он является ястребиным представителем ФРС, то есть поддерживает идею того, что нужно именно не торопиться сейчас корректировать монетарную политику. И если его точка зрения не изменилась за последние три недели, последний раз, по-моему, в начале прошлого месяца мы могли ознакомиться с его позицией, думаю, что еще один акцент на возможность того, чтобы американский регулятор сохранил ставку на высокой, может стать причиной дополнительного давления на позиции американского доллара. И, соответственно, точнее, поддержать позиции американского доллара – это наш основной ориентир по данному инструменту. И я все еще верю в то, что индекс доллара сможет закрепиться выше уровня 105 пунктов. Также сегодня будет отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Это данные по рынку труда после отчета EDP перед выходом статистики по Non-Farm Parallels. Напомню, что мы получаем в последнее время все больше подтверждений того, что рынок труда прогрессирует в США. И поэтому каждый раз, когда возвращались к этой статистике, находили достаточные доводы, доказательства того, что сектор труда будет обеспечивать сохранение инвестиционных рисков. И отсюда делали вывод о том, что у доллара больше сансов на дальнейший рост. Также, как и у Федрезерва, больше оснований сохранять эту политику, которую он проводит сейчас. Это политика высоких процентных ставок. Теперь подробнее. Индекс доллара 103.90. Развилась коррекция, но она не имеет ничего общего с фундаментальным фоном. Плюс вчера мы получили очень много макроэкономических данных из Штатов. И эта статистика, на мой взгляд, еще больше упрочила позиции тех, кто ждет, что американский регулятор вообще не будет вмешиваться в монетарную политику в ближайшее время. С одной стороны, это были сильные отчеты с другой выступлением главы американского регулятора Джерома Паула. Отчеты DP. 184 тысячи новых рабочих мест. Прогноз предполагал повышение на 148 тысяч. То есть, фактические цифры существенно превзошли ожидания рынка. И 184 тысячи – это максимальный уровень с июня прошлого года. Соответственно, сильный отчет готовит нас к не менее сильному релизу по Nonfarm Pails. И я рассчитываю, что не будет никаких сюрпризов. Мы дождемся сильных данных завтра. Их американская валюта получит еще более весомые основания для развития восходящей динамики. Дополнительные компоненты этого релиза показали, что средние заработные платы сейчас находятся на очень высоком уровне по темпам роста. 5,1%. Это значительно выше целевого ориентира по инфляции. И есть предпосылки того, что все те отчеты, которые мы с вами ранее разбирали, высокую инфляцию, индекс цен производителей, индекс IPC – все это может привести к тому, что заработные платы действительно останутся повышенными. И, посмотрев на это с другой стороны, с третьей, можно вовсе прийти к выводу, что здесь замкнутый круг, более высокие заработные платы, они как раз и стимулируют потребителей и домохозяйству тратить больше. Это подстегивает рост инфляции. Индекс АСМ в сфере услуг 51,4% с 52,6% снижения локальные, но индекс остается выше 50 пунктов, поэтому здесь не нужно искать негатив. Зона роста остается актуальной, сектор прогрессирует вкупе с промышленностью, они будут обеспечивать весомый вклад в общий показатель ВВП. И что касается Паула, пожалуй, самый главный тезис, который стоит озвучить, он на него сделал наибольший акцент председателя американского регулятора, то, что не стоит рассчитывать на снижение процентной ставки до появления еще более серьезных и весомых доказательств ослабления инфляционного давления. Но мы знаем то, что за последние недели или даже 2-3 месяца этих доказательств на рынке не было. Поэтому, может быть, через такие кулуарные выступления Паул готовит нас к тому, что вероятность снижения ставки в июне и потом фактическое решение не совпадут с ожиданиями рынка. И я совершенно не удивлюсь, если американский регулятор перенесет смягчение монетарной политики на более поздний период. Поэтому по индексу доллара ожидаем возвращение к росту и движение прежней цели 105 пунктов. Золото 2300 долларов за тройскую унцию. Новые исторические максимумы, друзья, рост золота происходит на фоне значительного повышения доходности американских облигаций. Я постоянно обращаю ваше внимание на это. Что-то не так. И, учитывая перегретость этого инструмента, золота, я не удивлюсь довольно существенной и значительной коррекции, которая может начаться в любой момент. И снова призываю вас, если вы все еще находитесь в длинных позициях, пора бы уже фиксировать результаты и забирать хороший профит с рынка. Евро против доллара 1,0843. Из последних данных отчет по инфляции в еврозоне снижение показателя с 2,6 до 2,4%. До этого за день были данные по индексу потребительских цен в Германии, тоже значительное снижение. И делаем вывод о том, что ИЦБ чисто теоретически стал на еще один шаг ближе к решению по смягчению национальной монетарной политики. Сегодня выводят данные по индексам в сфере услуг еврозоны и страны ЕС. Ждем слабых отчетов и, соответственно, усиления давления на евро. Выберите для себя индекс доллара, либо европейскую валюту против американцев, учитывая, что эти активы коррелируют почти на 100% между собой и уже фокусируйте внимание на них. Два инструмента одновременно в портфеле держать не рекомендую. По фунту 1,2635 сегодня выйдет отчет по активности в сфере услуг. Скорее всего, показатель останется на прежнем уровне 53,4, но могут быть негативные сюрпризы. Опять же, делаю акцент на рецессию в Англии и полагаю то, что этот фундамент будет еще какое-то время топить позиции фунта, особенно против американского доллара. Доллар иена 151,66, цели 153 также актуальны. Распределение трейдеров большинства и меньшинства, покупателей и продавцов все такой же, 80 против 20, 80% трейдеров находятся в продажах. Поэтому допускаем еще одну волну агрессивных покупок и фиксированности на отметке 153. Доллар канадец 1,3513. Здесь судьба этой валютной пары решится завтра, когда выйдут данные по нон-фармперлесса и состоянию канадского рынка труда. Я сохраняю длинную позицию. По S&P и биткоину ситуация прежняя. По биткоину ждем разворота и движения к прежним максимумам, а S&P уже, по сути, вблизи рекордных отметок. Сегодня восстанавливается и торгуются на отметке 5280 пунктов. Рынок нефти тоже прежние оценки, роста выше 90 долларов за баррель. И главная причина – это эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Есть очень высокая вероятность ответных ударов Ирана по Израиле. Это выведет конфликт на совершенно новый уровень. Поэтому 92-93 доллара за баррель – это вполне реальные цели. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok